а развенчивает нас при первом же испытании. Истинная верность должна быть до смерти. Ничто не должно отвратить христианина от Христа, даже страх смерти. Если христианин оказывается перед выбором совершить самый, в кавычках, малый, в кавычках, невинный грех или умереть, то он выбирает смерть. Лучше умереть, чем согрешить, так должен мыслить христианин. Будь верен до смерти, так говорит Христос, и дам тебе венец жизни, то есть жизнь вечную, жизнь увенчанную славою и благодатью. Смерть христианина увенчается жизнью, в мире же жизнь увенчается смертью. И венец этот не может быть дан раньше смерти, потому что и верность требуется до смерти. Яркий пример такой верности мы находим в житиях святых, а сорока севастийских мучеников. Память их 22 марта по новому стилю. Они умирали, замерзая на льду. И вот солдат на берегу видит, как сорок венцов нисходит с небес на них. И вдруг один из мучеников теряет верность, страшась смерти. Он устремляется на берег. Венец же сходил на него, но не достался. Достается же он тому солдату, который, видя это бегство, бросает все и идет умирать со всеми остальными на лед. Он получил с ними венец жизни. Он прославлен святых. Такой предстает пред нами гонимая страдающая Снирнская церковь и ее многострадальный ангел-пастырь. Толкование закончено. Пожалуйста, у кого есть вопросы, задавай. Я не знаю насчет вопросов, но у меня вот есть такое, как бы свое мнение. Скажу, вот действительно в наше время вот не рождают воинов Христовых церковь. И не призывают к этому. Каким образом? Вот в церкви стоят женщины, стали разговаривать. Вот как попаду к батюшке, возьму благословение, все у меня получается, все хорошо, все вот так вот. Цель христианства получается только то, чтобы в этой жизни какие-то достичь блага, чтобы удача была в чем-то. Вот поэтому и приучают-то ходить-то, искать мощи какие-то, старцев искать, иконы такие, которые вот чудотворные, чтобы не приучают людей, что ты воин Христов, у тебя должна быть личная связь с Богом, ты должен молиться, ты должен трудиться, ты должен угождать Богу, изучать Священное Писание. Если у тебя не будет личной связи с Богом, личной встречи, если ты, то хорошо, ты здесь, даже если весь мир приобретешь, там по благословению батюшек, через поклонение мощам, там тебе будет во всем вести, ты не спасешься. Вот в чем беда, что в настоящее время сразу при крещении, хотя и крещение тоже, оно как бы его искажают, неправильно делают, да, мы знаем, нет причин крестить обливанием. Уже при крещении человеку заранее внушается, что он должен приобретать какие-то костыли, какие-то помощи, не готовят воина Христова, а он сразу должен надеяться на священника, только через него, и священник тоже сам практически ничего не значит. Должен, значит, надеяться на старцев, искать старцев, искать, значит, мощи, искать иконы, только каким-то вещественным началом, чтобы получать какие-то благословения временные, а вечность и сразу воина у нас не готовят. Вот это вот беда, вот о чем я хочу сказать. Я закончил. Пожалуйста, у кого дополнение есть. Ну, вот как резюме к своему Сергею выступлению. Первая Коринфина 15-19. Пожарите себе записать или запомнить. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вот о чем Сергей говорил. Да, это так. Ну, здесь говорится на Христа. А здесь даже и не на Христа. Здесь не то, что... Христос в последнюю очередь занимает. О Христе даже и не говорится. О мощах святых, о иконах, там, о молитвах, ну, каких-то старцев, чтобы старцы руководили. Вот о чем говорится. О личной связи со Христом даже и не вообще речи не идет никакой. Вот в чем дело. Еще хуже даже отступление. Прошу прощения. Продолжим. Игнат Тихонич, по этому стиху что-то хотите? Сергей все сказал. Больше добавить нечего. Только это принять и исполнить. Этого желать. Не забывать о дне смерти. Помни, последняя твоя и вовек не согрешишь. Тут же все просто. Вчера меня выходит, ну, видно, ведет себя, как говорится, неадекватно. А где работаешь? Нигде. Два. Один в церкви прислуживает, а я в миссионерский кружок теперь. И что вы делаете? Ну, мы покупаем иконки, ходим, дарим и свечки. Это миссионерский отдел. Вот и все. Что на это сказать-то? Это не уродство, ничего нет. Уродство. И тем более обливание. Обливания-то нету в церкви. Никакого обливания нету. Есть мочение, провел мокрой ладошкой, пухленькой батюшка. Чтобы обливание было, надо раздеться до нога и трижды облить его всего. Даже этого нету ничего. Нету этого. И поэтому правильно разговор идет о личной встрече, о личной ответственности, а не на кого-то возлагать. На суде Божьем этого не будет. Что вот старец мне сказал, я ездил, а он меня женил, я не хотел, он повелел. Этого не будет. И они играют при счастье. У меня есть проповедь потеряевская. Я разбираю игры, называется. Можно даже зарядить. Самая страшная игра, это попы играет при счастье. Не допущу до причастия и сдохнешь у забора. Вот вся проповедь. А дядя, он манипулирует этим. Он никакой роли не играет. Написано, да исследует себя каждый. И он должен смотреть, зная его. Ничего этого нету. Вот у нас люди потеряевки, если вместе нельзя, они никакие, никуда не ходят. К старообрядцам перешли. Священность, это все. Ни на занятия, ни на работу. Никуда нельзя знать все с никоньянами. Никоньяне, это мы. Ну ты не знайся, ну ты с другого конца работай, подойди там, он нужно поднести. Нет, сидит. Ну явное дело, что опупение от этих попов-то. Он не причащается, не причащается, ну на занятия-то ты ходи. Он на занятия не ходит, а где? Его нигде нету. И все время какая-то настороженная злоба. Но он спокойно едет, причащается с кем? Он ни с кем не встречался. Все. У меня приехала мама, как-то ей говорит, батюшка исповедовал хорошо. Я говорю, а как? Он спросил, не ела ли жравля? Я говорю, ты сначала поймай его. Не ела ли жравля? Ну он мог тебя спросить, а рукой ты спутники не сбивала? Нет, молодец. А шпала не жевала? Нет, молодец. Да такие грехи-то. Зачем их поминать-то? Жаравля ела, не ела. А свинью ела. Свинящее поколение. Вот и весь ответ. Сергей все сказал, только надо принять это. Не задерживай, Сергей. Пошел дальше. Откровение 2.11 Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам. Побежи.